Большой приветик, мои любимые зрители! Меня зовут Аня и вы на моем канале. Пока мы ждем обновления, я предлагаю поискать новые лайфхаки, баги и секретики. Ребят, вам их сегодня покажу в новеньком видео. Будет мега интересно, уютно, так что обязательно подготовьтесь, друзья. Заварите что-нибудь вкусненькое покушать, несите чаечек, кофеечек и усаживайтесь поудобнее. Я всем вам желаю приятнейшего аппетита и просмотра. Ну что, поехали? Для начала загрузимся в новый аэропортик. Нужно подняться на самый верхний этажик, чтобы попасть в самолетик. Так, мы оказались в самолетике. Ребят, и здесь я вам не показала небольшую особенность. Она уже давненько существует, но вот тут вот мы можем выдвигать такие вот столики. Я еще об этом вам не рассказывала в видео, но такой небольшой лайфхак. У нас появилась новая еда. Мы можем найти вот здесь ее, ребят, посмотрите. Тут упаковочки чипсиков. Просто рай для Риты. Ну и мой рай, потому что тут есть шоколадные батончики, а я обожаю шоколадки. Ребят, смотрите, новые чипсы. И старые чипсы, которые уже были. Если мы попытаемся открыть их, то они легко открываются. А вот новенькие чипсики не открываются. То есть мы не можем порвать упаковку и скушать их. Вот это реально баг меня раздражает, друзья. Давайте я сейчас персонажика достану. Сможем ли мы их скушать? Ну вот давайте попробуем первый вариант. У нас все отлично кушается. А здесь с упаковкой-то как их есть? Вот это непонятно, ребят. И даже действий никаких нет. То есть мы не можем распаковать, мы не можем даже с действием это сделать, распаковочку. Надеюсь, баг когда-нибудь пофиксят, и мы увидим эти чипсики. И сможем, конечно же, попробовать. Ну а те чипсы были очень соленые, а соленые я привыкла заедать сладким. Кто такой же, как я, ставьте лайки, друзья. Ну что, давайте двигаться дальше. Нам нужно перелететь. Попасть, в общем, на другой континент. Можно пока посидеть. Вот столик выдвинуть себе, покушать достать. Так, ну мы уже подлетаем, ребят. У нас, в принципе, здесь мы недолго летели, так что никаких покушаний сейчас не будет. На обратке, может быть, куда-нибудь залетим в другую локацию. И там себе накроем под носиком. Надо выйти из аэропортика. Так, а что это я до конца листаю? У нас же здесь пока нельзя выходить. Двигаемся на пляжик. Сейчас покажу вам небольшой баг, друзья. Он находится вот здесь, на пляжике. Так, достаю персонажика. Ребят, нужно передать вот этот матрасик надувной. И смотрите. Он здесь... Ой, у меня там еще круг летает что-то. Как-то он не в море. Вообще-то место очень багованное. Вот, ребят, смотрите. Матрасик тоже багуется. Если мы передадим его, пока будем плавать. Сейчас я это пытаюсь сделать. И выйдем вот так вот из воды. Ну что ты, баговался? Сейчас не хочешь баговаться. Давай-ка ты. Не подводи меня, я же баги показываю. Ребят, вот сейчас у меня это не багуется. Так, я не понимаю, почему у меня ты сейчас не багуешься. Это называется закон подлости. Когда проверял первый раз, все баговалось. А вот сейчас у меня почему-то небо. А вот, ребят, смотрите, забаговалось. Обратите внимание, у нас матрасик как бы плавает под водой уже в сухом месте. Если мы на него положим какую-нибудь вещь, она тоже забагуется. Можно положить все, что угодно. Ой, интересно, а малыша мы можем сюда посадить? Аниту. Да, ребят, смотрите, если мы сюда тоже персонажа посадим, он тоже забагуется. Вот это прикол, конечно. Кстати, ребят, с мороженым появились тоже новенькие позы. Давайте их посмотрим. Вот так мы можем облизывать. И это было очень холодно. Но здесь ей нравится мороженое. Комфортное, в общем. Очень прикольно и смешно она его так облизывает из очков, ребят. Это так забавно. Давайте посмотрим на действия у малышей. Анита кушает его сразу. Будто бы под водой ест. Ребят, смотрите, позы у малышей такие тоже смешные и веселые с язычком. Ой, как же это забавно, ребят. А вот здесь вот ей некомфортно. Зубки, наверное, замерзли. Это действительно смешно. Она еще так под водой это делает. И меня смущает летающий круг. Ну как он так летал? А вот я на него сейчас нажала, он уже не летает. Ой, ребят, смотрите. Прикол. Мы можем нажать на буёк. И он там болтается. Что-то я его даже не замечала. Интересно, а с ним какие-нибудь позы есть? Ой, он только что немножко забаговался. Тоже был на круге. Вы успели это заметить? Ну ладно, можно будет на видео потом посмотреть. Вот такие вот прикольные позы. Давайте посмотрим на позы на суши. Ну, они-то такая же забавная. Просто умиляюсь с этих действий. Ладно, Анитушка, давай. Скушай мороженком. И пойдем сейчас проверять следующий лайфхак. Вернее, ребят, обновление. Кстати, хочу показать... Нет, давайте вот до обновления покажу вам лайфхак. Как можно быстро вернуться? То есть, смотрите, ребят. Не листать вот так вот до аэропорта. Не заходить, не проходить. Все вот эти вот контроли. Потом выходить, перелетать. Это очень-очень долго и неудобно. Согласитесь. Можно сделать все быстро. Два способа, ребят. Показываю. Первый способ с помощью редактора. Нажимаем на плюсик в телефончике. И ищем своего персонажика. Дальше, ребят, нажимаем на галочку. И сразу приезжаем на вокзальчик. В нашем любимом городе уже. Это метод номер один. Давайте покажу метод номер два. Сейчас надо снова оказаться на другом континенте. И покажу вам этот метод. Заодно, ребят, захватим одну вещичку. Потому что я забыла. Для одного лайкхака. Она как раз находится на пляжике у нас. Только что с ней игралась. Вот с этим вот матрасиком. Так, будем возвращаться в Аватар Борилд с этим матрасиком. И они-то на нем. Ну что, ребят, показываю. В уголочке есть паки. И нам надо какой-нибудь пак распаковать. Либо ввести промокодик. Ну что, давайте распакуем какой-нибудь пак. Можно бесплатный, можно платный. Ну, я вот, допустим, платный пак какой-нибудь распакую. И сразу попадаю в Аватар Борилд. На улицу. То есть, какой пак вы распакуете, там и окажетесь. Если это новогодний пак, который был бесплатным, то, я думаю, вы окажетесь в особнячке. Давайте это сейчас проверим. Ну вот, последнее, что проверим, это эту распаковочку. Конечно, друзья, грустно то, что это будет работать только с городом Аватар Борилд. Потому что, если вы захотите, допустим, опять оказаться на пляже, вам все равно придется проделывать вот эти вот большие переходы. Большие длинные перелеты. Что очень-очень неудобно. Я надеюсь, появится все-таки какая-нибудь быстрая кнопочка. Потому что попасть назад-то мы сможем. Но вот на пляж вернуться, это будет снова очень долго. Ну что, ребят, пробуем с каким-нибудь другим паком. Или давайте введем промокодик. Пак-то мы уже распаковали все-таки. Давайте введем мой промокод. Пиццаня. Так, активируем. Да, он прилетает в домик. Смотрите, ребят. Вот так вот вместе с промокодиком перемещаетесь снова в Аватар Борилд. И это очень-очень удобно. Берите этот лайфхак на заметочку. Ну а теперь, ребят, надо загрузиться в мебельный магазинчик. Это я еще не проверяла. Мне написали то, что у нас появился новый доставщик. Давайте, допустим, вот чайник доставим сейчас. Так, выходим и загружаемся. А, подождите, коробочки нет. Значит, мы очень-очень рано ушли. Да, чайник у меня здесь завис. Надо его отправить до конца. Вот, все, остановочка. И перемещаемся. Коробочка здесь. А я-то почему-то в домике. Надо выйти. Вот, ребят. Но подождите, а дяденька это тот же? Это не новый же доставщик. Нет, а мне написали, что будет новый доставщик. Мальчик, останови его. Так, ребят. Я пытаюсь вытащить этого дяденьку. Ну, у нас такой же и был доставщик, по-моему. Ребят, пишите в комментариях. Он же никак не изменился. Или у меня что-то с памятью. Ой, всех остановили. Даже вот эту женщину. По-моему, такой же доставщик и был. Ну, для этого надо посмотреть мои прошлые видео, ребят. Тогда точно вспомню. Или у того были усы? Нет, ребят, я не помню. Потом обязательно отдельно после съемочек посмотрю. Ну, а вы можете пока что написать в комментариях. Также мне сказали, что в продуктовом магазинчике появился какой-то новый персонажик. Давайте его поищем. Ну что, ребят, внимание. Бабуля была. Продавцы вроде бы те же. И эти тоже самые. Те же самые, вернее, люди. Ну, а кто у нас здесь новенький-то? Нет новенького покупателя. Вот я перезашла. Бабуля все еще здесь. Опять никого. Ребят, я перезахожу в локацию. Бабуля все еще здесь в овощном отделе. Сколько она уже здесь торчит, непонятно. Может быть, надо дождаться либо нового дня, либо перезагрузить мир. Честно сказать, я не знаю. Но новенького персонажа пока что не заметила. И бабуля все еще в том же положении. Но если вы знаете, как выглядят новенькие персонажи, то тоже напишите в комментариях. Ну, а сейчас, ребят, я научу вас ходить во сне. Да, ребят, здесь можно ходить во сне. Вот представляете, вы так пробовали это делать? Нам надо спуститься, допустим, в аэропортике на втором этажике. Продвинемся вправо. И тут достанем персонажика. О, я все с матрасом хожу. Он мне еще понадобится. Такую вот подушечку для шеи можно найти и на вокзальчике. Но я пока что протестирую с этой. Ребят, смотрите. Включаем позу сна. Надо найти ее. С этой подушечкой. Вот она. И передвигаем персонажа. Смотрите, ребята, я теперь хожу во сне. Это просто потрясающий лайфхак. Я думаю, он пригодится для каких-нибудь забавных сценок. Для фильмов, сериальчиков. Когда ваш персонаж лунатик. Это правда очень смешно. Это очень смешно, ребят. Как классно. Ну, супер-мега-классно. Пишите в комментариях, какие вы еще знаете прикольные фишки. А давайте посмотрим, какая тут еще была поза. Тоже с этой подушечкой. А, она ее просто снимает. Ну, ладно. Снимать это неинтересно. Гораздо интереснее ходить во сне. Ну, а я сейчас свой веночек такой вот верну. И возьму снова в руки матрасик. Выходим отсюда. И двигаемся вправо. Надо загрузиться вот в этот вот домик рыбацкий. Двигаемся вправо. И тут, ребят, есть небольшой баг. Мы можем... Давайте сначала Аниту высадим. Сами должны вот сюда вот присесть. И вот в таком положении мы можем прыгать на этом батуте. Правда, это тоже очень смешно и необычно. Ты что там как-то зависаешь, девочка? Я не знаю, ребят. По-моему, это очень смешно. Мы можем также еще лечь. Прыгать во сне. Это очень... Это очень странно и необычно, ребят. Солнышко там еще так улыбается. Над нами смеется. Нет, что со мной случилось? Я еще и сгорела. Ну, классно. Ребят, мой персонаж еще и сгорел на солнце. Не делайте так. Это очень опасное, короче, занятие. А что если мы выйдем и зайдем? Ну, мы продолжаем прыгать, кстати. А теперь у меня просто прыгает... Почему я такая красная? Это очень странно. Анита... Анита не может там, по-моему... Вот, смотрите, ребят, она даже прыгает на матрасе. Матрас прыгает на этом батуте. Анита на матрасе и все замечательно прыгают. А я так могу прыгать? Я тоже так хочу прыгать? Нет, только Анита может прыгать над матрасом. Она так классно прыгала там. Я слишком тяжелая, чтобы так прыгать. Ой, да моя кепка еще прыгает. Все в общем запрыгала. Нет, я не могу так прыгать, как Анита. Ну вот, ребят, какая досада. Ой, так мы так во всем можем прыгать. Ничего себе. Ничего себе я открытие для себя сделала. Вы знали это, друзья? Наверное, вы все знали. Вы же у меня очень умные. Только мне такое могли подсказать вы. Я бы сама даже и не додумалась, если честно. Вот, надо еще кепку суметь поднять. Поймать. Давай же, кепочка. Все, ребят. Сгорела я, поплыла на траве. Надо себя теперь еще вылечить. Для этого мы просто сходим сейчас в магазинчик. Любой магазинчик. Можно даже в торговый центр. На первом этажике у нас есть салфеточка. Вы меня спрашивали, как убрать эту красоту? Можно с помощью салфеточки. Тогда у вас макияжик исчезнет. Ой, да, мои щечки исчезли. А эти мне не очень идут. Так что, по-любому придется возвращаться в редактор. Ребят, что у меня с щечками? Они похожи на какие-то помидорки. Все, я возвращаю свои щечки и выхожу. Для следующего лайфхака мне нужно распаковать еще один пак. Он платный, друзья. Это даже не лайфхак, это больше баг. Надо распаковать вот эти чемоданчики. Ну, может быть, конечно, это будет работать со всеми чемоданчиками. Но мне написали проверить вот с этим синеньким. Давайте передадим персонажику. Может быть, мне написали, потому что он так складывается. Честно сказать, я не знаю. Ну, дальше нам надо подняться вот сюда как раз. Здесь есть колясочка. И сейчас эту коляску мы можем сложить вот в этот чемоданчик. Вместе с малышом. Вы представляете, ребят? Вы можете упаковать малыша в чемоданчики. Ой, он у меня еще и забаговался. Он впечатался в эту стенку. Это прикол. Ребят, смотрите, как чемодан-то багуется. Я прям баг на баге нахожу. А вы знали об этом? Вот это сейчас реально неожиданно. И тут даже поза есть с этим чемоданчиком. Можете им поиграться так в стене. Давайте спустимся на первый этажик. Покажу вам еще один баг. Потому что он забагуется. Он будет дальше баговаться. А в чемоданчике-то у вас ребенок. Ой, а где ребенок? Ребят, у меня пустая коляска. Подождите, вещи тут тоже перевернулись. А малыш-то где? Стоп, малыш исчез. А у меня же он был в коляске, да? Он же был в колясочке. Давайте вернемся сейчас. На четвертый этажик. У меня пропал малыш. Да что такое? Что вообще происходит? У меня теперь чемодан сам открылся. Я, по-моему, уходила с малышом. Честно сказать, уже точно не могу вспомнить. Но это правда очень опасно. Давайте переместимся на третий этажик. Малыш, по-моему, там был. Да, вот здесь вот где-то был малыш. Но его сейчас здесь нет. Так, ну а что? Давайте тогда Аниту сюда положим. Так вот она спит. Мы закрываем. Правда, ребята, очень странно. Давайте передадим чемоданчик и спустимся, допустим, на первый этажик. Какие же богованные вещи. Вот тут мои сумочки. Анита, ты там? Анита тоже пропала, ребята. Нет, это Пермудский треугольник. А где Анита? Кстати, Анита вот здесь вот телефончики. Да, то есть она была у нас в белом положении. Ну, то есть, не черненьком. Значит, ее не было в коляске. Тот малыш, к сожалению, пропал. И я думаю, чтобы он появился, придется все перезагружать. Потому что, ребят, чтобы все вернулось, надо все перезагружать, да. И у вас все пропадет, все обнулится. Поэтому не проверяйте, ребят. Я все проверяю за вас. Чтобы ваши постройки сохранились. Мы можем также, кстати, и собачку, наверное, упаковать. Вот так вот ее в чемоданчик сложить. Она тоже исчезнет, интересно. Ну, давайте проверять. Ребят, мне страшно. Да, собака тоже пропала. Это просто Пермудский треугольник. В нашей ситуации Пермудская коляска. Это еще не все, что я хотела проверить. Надо также зайти в особнячок. Ой, Рита здесь зажигает в басике особнячка. Чемоданчики также багуются в бассейне. Вот таким вот образом, ребят. Ну, вы сами все видите. С позами мы можем плавать. И чемоданчик тоже там веселится. Здесь мы пытаемся поспать. Здесь чемодан прям танцует. Ребята, танцы с чемоданом. Зажигаем. По-моему, это самый прикольный и смешной на сегодня лайфхак, ребят. Давайте я вам покажу последний. Еще его не показывала. Тоже на новенькой локации находится. Нужно перелететь. Океан Аватарворлд. Давайте сейчас приземлимся. И выйдем отсюда. Надо вернуться на остров. Летний остров. И здесь, ребят, я вам еще не показала новенькие позы. С детьми и ракушечками. У них тоже появились анимации. Вот такие милые анимации. Удивительные. Глазки просто потрясающие. Давайте посмотрим с другой ракушечкой. Такие же позы. Очень смешные и необычные. Да, ребят, мне нравится. Особенно там, где они там... Ой, я все еще с чемоданом. А здесь мы в океане тоже багуемся. Да, ребят, это везде работает. В любом. Вообще в любой жидкости. Пишите в комментариях, какой лайк, как вам сегодня больше всего понравился. Какой был самым смешным и необычным. Я вас всех очень сильно люблю. Желаю мира, добра, позитива. И много вкусной пиццы. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok